Лето для нас традиционное время для отдыха и, между прочим, для вязальщиц в том числе. Поэтому, когда я слышу или читаю, что я вяжу постоянно, я не сплю без вязания, на отдых с собой беру ни купальник, ни камешок пряжи, ну, не верю. Это или лукавство, или не удовольствие, а работу, которую просто не успели сделать вовремя и взяли с собой. Потому что отдыхать надо от любой деятельности, и не потому что надоело, а для проветривания мозгов. Временная смена обстановки снимает как бы пелену с глаз, дает возможность увидеть свой визуальный процесс свежим взглядом. Да и просто начать новый проект из чистого листа, а не как бесконечное продолжение старых. Ну, а теперь про мой отдых. У нас в семье традиционные разногласия, куда ехать. Мы договорились, что ездить будем через раз. Но на каждый мой через раз регулярно приходится то кризисы, то еще какие форс-мажоры. И получается, что моя мечта пока остается мечтой. Но я не сдаюсь, надеюсь на следующий год. А сейчас очередной раз отдыхаем по мужской программе. Получаем удовольствие. И поверьте, получить его есть от чего. Ведь это Карелия. Это чистый воздух. Вода прозрачная, которую, кстати, можно пить. И рыба, но которую еще надо поймать. Живем в отдельном гостевом домике с выходом к воде. Не жизнь, мечта. По ночам слушаем звуки природы. Обратите внимание, на часах два часа ночи. И если кто-то из вас не знает, что такое белые ночи, то вот так они выглядят. Светло почти как пасмурным днем. И если знаете, что это за птица поет, напишите. Это я, кстати, не про чайка, а про первую птичку. Общаемся с настоящими дикими утками, которые с рождения привыкают доверять людям. А какие просторы тут! Почти море. Вы видите, это не берега. Это острова. Озеро огромное. Ну и как особый бонус. Меня в губу укусила мошка. И губа моя распухла на пол лица. Посмотрела на себя. Не. Ну не всем это подходит. Кстати, захотите посмотреть, как будете вы выглядеть с накачанными губами? Подскажу, куда обращаться. Самое главное, что за пару дней это проходит. В общем, в отдыхе из плюсов. Чистый воздух. Мягкая вода настолько, что не требуется крем для рук. И экологически чистая рыба без ограничений. Из минусов. Комаров столько, что ходить можно только в защитной спецовке. Никаких платьев. И загар сильный. Но частями. Придется теперь выравнивать. Зато приехала, увидела свою любимую машинку, чувствуя горы сверну. Не забывайте, девочки, отдыхать. Хоть изредка надо делать перерыв. Быстро нагоните. Ну и мы со свежими силами приступаем к новым проектам. Продолжение следует.